Теперь давайте сравним, чем же отличается спидкросс 5 от четвертой версии. Верх обуви выполним из нового прочного эластичного материала с отличными характеристиками по вентиляции. Теперь давайте обратим внимание на пятку. У спидкросс 5 промежуточная подошва стала более объемной в пяточной части. Это дает отличную фиксацию стопы и стабильность на неровной поверхности. Также, в отличие от четвертой версии, вы можете видеть более высокий задник из мягкого материала, который позволяет избежать излишнего давления на ахилл в момент прохождения спусков и подъемов. Теперь давайте обратим внимание на подошву. Обновленные шевроны стали более массивными и объемными. Также увеличилось расстояние между ними и их профиль. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и не дает грязи налипать на подошву. Кроссовок стал более широким в передней части, что делает его более стабильным и комфортным. Еще одно отличие можно заметить в задней части кроссовка. Здесь у спидкросс 5 более скругленный профиль пятки, что дает отличный контроль на спуске. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!